Форбес, США, Украина могла бы провести референдум по вопросу о продаже земли иностранцам. Катя Горчинская, Форбес, США, 12 ноября 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он готов пойти на уступки по будущей земельной реформе и запретить иностранным гражданам и компаниям покупать и владеть землями сельскохозяйственного назначения. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане компании, основанные исключительно украинскими гражданами, заявил Зеленский в своем видеообращении 11 ноября. Он добавил, что вопрос о том, смогут ли иностранцы владеть украинскими землями, может быть решен в рамках национального референдума. Если бы референдум по этому вопросу провели уже в ноябре, около 63% украинцев проголосовали бы против открытия рынка земли, о чем свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Центром Разумкова 11 ноября. Более трех четверти из 2015 респондентов ответили, что не приняли бы участие в референдуме по этому вопросу. Правительство пытается представить земельную реформу в качестве одного из главных факторов, которые будут способствовать росту инвестиций на Украину в будущем. Согласно оценкам Всемирного банка, Украина сможет увеличить темпы роста своего ВВП на 1,5%, если ее правительство разрешит продавать и покупать земли сельскохозяйственного назначения. На территории Украины находится треть всего мирового чернозема, и при этом она остается одной из немногих стран, где нет свободного рынка земли, наряду с Северной Кореей, Кубой, Таджикистаном и Венесуэлой. Заместитель директора Центра Разумкова Михаил Мищенко отметил, что мнение общественности касательно продажи земли на Украине оставалось более или менее неизменным на протяжении как минимум 20 лет и что нынешняя кампания правительства не помогла его изменить. По словам Мищенко, народ до сих пор боится утратить контроль над землями сельскохозяйственного назначения так же, как он потерял контроль над государственными предприятиями в период массовой приватизации в 1990-х годах. Для широких масс приватизация не принесла никаких положительных изменений, ни конкуренции, ни качество услуг, ни снижение цен, объяснил Мищенко. Вместо этого приватизация породила новый класс олигархов, которые сколотили себе огромные состояния на активах, прежде принадлежавших государству. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.